Доброе утречко! Сегодня у нас вторник, 20 декабря и я начинаю свой влог тем, что приглашаю вас с собой на книжную базу ну и немножко прогуляться там по центральному рынку через Старую Ригу в общем, как получится У нас сегодня 4 градуса тепла пасмурно, сыро периодически будет идти дождь вот такой декабрь в Латвии жду такси красиво красиво, да есть для отчета специальное предупреждение средств только средства у директора, безусловно, есть средства на разведе фильмов есть у него и свои личные средства а у акционера и собственных средств тратят лучшее мы не хотим заметьте, в единственном числе слово средство означает способ достижение чего-либо а вот во множестве здесь находится база гора около такой красивой церкви старой место, где много всяких интересных книг и всего прочего не знаю, можно ли там будет поснимать вот посмотрим вот 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 множество множество интереснейших книг вот 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 такая вот вот книжная база городе Рига вот 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 Где можно купить все, начиная от книг, включая всякими интересными предметами. Ездим, походим. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Просто замечательное и создают абсолютно праздничное настроение. Собственно, скоро будет и повод. Скоро же будет уже Рождество. Мы здесь отмечаем его все в Латвии. Потому что у нас больше все-таки лютеран, католиков, которые именно с 24 на 25 декабря будут отмечать эту дату. А я покажу... Во-первых, вот конфетки Риточка. Все пришло. Пришла посылочка. Как бы все есть. Получила всякие интересные вещицы. Тут всякие ваши... У меня подарочки. Спасибо громадное. Тут еще мне пришло письмо и открыточка. Вот такая открыточка очень красивая. Из города Твери. Так что сегодня было много приятных моментов. Я покажу, что я купила на книжной базе. Конечно, искушения там было просто невероятное количество. Это место, где можно буквально дневать и ночевать, что называется. Купила вот такую книгу «Слава Эссе». Наш латвийский, ну скажем так, блогер, нет, блогер, нельзя сказать. Он же журнал вел и ведет до сих пор. И уже начал издаваться. У него совершенно потрясающие книги. Они настолько юморные, настолько и умные одновременно. И просто поднимают настроение. Поэтому обрадовалась, когда увидела, что уже несколько его книг здесь объединены в одну. Вот такой у нас «Слава Эссе», который живет в Латвии. Ну, по крайней мере, жил, когда писал эти книги. Может быть, он сейчас уже по приглашению переехал куда-нибудь в Россию. Точно биографию не знаю, но это здорово. Купила практическую книгу. Я люблю такие вещи. Я тут одно время занималась этой суджок. Называется вот так, пальцетерапия. Немножко смешно звучит. Сводится все к тому, что, ну, как вы знаете, и на руке у нас... Сейчас попробуем найти. То есть каждая рука у нас отвечает за определенные... Вот так здесь хорошо показано. На каждом пальце здесь точно так же, как и на стопе, например, есть точки, которые отвечают за вот эти органы. И, соответственно, если на них надавливать, зная вот это расположение, то можно как-то сориентироваться в проекциях внутренних органов, соответственно, их как-то лечить. Вот здесь даны очень хорошие, практически показано, как все это делать. Некоторые болезни даны именно, которые, что и как. То есть хочу поизучать. Это вещи очень стоящие. Книга у нас стоит, ну, вот примерно так вот. Такая стоит 7,55 евро, а это, по-моему, 8. Насколько я помню, даже 9 евро. Ну, то есть недешево, прямо скажем. Вот. А ездила я на книжную базу, собственно, не за книжками. Вот я их так уже, как бы, купила добавочно. А ездила я вот за вот этой штучкой, которая называется, ну, рамка, по-моему, называется, да, то есть это, ой, крутится. Они немножко, вот, эти мне, конечно, не нравятся, но просто другого варианта нет. То есть эти можно определять биополе человека, можно определять различные гипотогенные зоны, воду искать, в общем, такая вот штуковина, которая проще делать самому. Это проволока согнутая, которую потом нужно вставить во что-то, где она будет свободно ходить и крутиться. Здесь какой-то усложненный вариант, здесь еще есть какие-то вот эти накрутки, что-то. Ну, не знаю, для чего, возможно, считается, что так она более чувствительна. Она и так очень чувствительна из-за того, что проволока очень тонкая, очень свободно гуляет, уже пробовала определять тут кое-что. Я даже знаю места у себя дома гипотогенные, проверяла. Вот там, где это место, оно начинает крутиться очень сильно. Очевидно, я сижу на этом месте, на каком-то, потому что вот оно как бы крутится в этом месте. Вот такая интересная штуковина. За ней я, собственно, и ездила. Как видите, столько у меня просто покрыт здесь кучей всяких вкусняшек, всякого разного, потому что у меня почти беспрерывно какие-то приходят гости. Так что у нас тут чаепитие идет сейчас с полным ходом. Вот. Ну, вот, пожалуй, вот так у меня сегодня день и прошел. В книжных изысканиях и прочих, так сказать, информационных каких-то радостях. Посмотрим, что будет завтра. Тут теперь уже каждый день несет в себе какие-то праздничные моменты. Всего хорошего вам. Пока-пока.